Девятого апреля 1945 года В 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, оказавшейся первой в центре Берлина, из простого красного материала по приказу командующего генерал-полковника Василия Кузнецова было изготовлено 9 штурмовых флагов по количеству дивизий, которые входили в состав армии. В ночь на 22 апреля штурмовые флаги были вручены от имени военного совета 3-й ударной армии представителям стрелковых дивизий, в их числе штурмовой флаг номер 5, ставший знаменем победы. Батальоном 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии в апреле 1945 года командовал капитан Степан Андреевич Неустроев, который впоследствии жил в Свердловске 44. Он участвовал в штурме Берлина и бойцы под его командованием штурмовали главный вход в Рейхстаг. Разведчики его батальона, младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством младшего лейтенанта Алексея Береста 30 апреля 1945 года водрузили штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставшей знаменем победы над Рейхстагом. Шаг за шагом, по комнатам, по коридорам пробивались наши бойцы к вершине здания. У всех было одно желание – выгнать пирога из его логова и водрузить знамя своей дивизии или полка над Рейхстагом. После поиска выхода на крышу и мелких перестрелок с уцелевшими немцами под нашим прикрытием Берест, Егоров и Кантария пробились на крышу. Прошло полчаса, минуты тянулись медленно, но вот наконец на лестнице послышались шаги – ровные, спокойные и тяжелые. Так мог ходить только Берест. Вскоре он доложил. Знамя победы установили на бронзовой конной скульптуре на фронтоне главного подъезда. Привязали ремнями – не отвалится. Так, запомнил этот день, Степан не устроил. Вот как-то не по приказу, не по распоряжению какому-то, так, а вот по воле самого солдатского сердца, вы понимаете, так, и не рассказать мне, не сумею. Как-то вот сами солдаты, сержанты, да, перед нами Рейхстаг, я должен быть первым в Рейхстаг. 24 июня 1945 года Степан Андреевич должен был во время парада победы нести знамя победы. Но в связи с ранением в ногу и хромотой не мог этого сделать. Поэтому по приказу Георгия Жукова передал знамя победы в Центральный музей вооруженных сил. После победы новый 1947 год Степан неустроев встретил на Урале. И до 60-х оставался жить в Новоуральске, тогда носившем название Свердловск-44. За успешную операцию по водружению знамени победы на куполе Рейхстага указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года капитану неустроеву Степану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Валерия Конева, Новоуральская вещательная компания.